Кассовые аппараты У нас надо поднимать цены, и реально за это будет платить наш купатель. Кристос Лулс и сладились с 16 магазинов. Последние два кассовых аппарата он приобрёл всего полгода назад, когда открывал очередной магазин, вложив полторы тысячи евро. Теперь эти и все остальные кассовые аппараты ему предстоит поменять. Когда я полгода обратно звонил в ВИД и спросил, я хочу открыть новый магазин и хочу купить новый кассовый аппарат. У них не был ответ, какой кассовый аппарат я могу купить. Значит, я потерял свои деньги. Сейчас мне опять надо потерять свои деньги. Кристос рассказывает, конкурировать с крупными торговыми сетями и так сложно. Прибыль он вкладывает в модернизацию магазинов. Я могу поменять холодильник, надо подумать в других магазинах отопления. У меня есть где деньги тратить. Сколько денег уйдёт на новые кассовые аппараты, он даже не представляет. А сроки уже поджимают. Все системы надо поменять до 1 июля. Правда, у службы госдоходов есть белый список, который входит в крупные сети. Для них этот срок – начало 2019 года. Кристос считает это искажением конкуренции. Однако комиссия Сейма по народному хозяйству после консультации с предпринимателями направила письмо в Минфин, в котором просит не спешить с завершением реформы. Что не устраивает нас, так это то, что есть всего одно предприятие, которое может предложить эти новые кассовые системы. Мы считаем, что реформа должна завершиться тогда, когда кассовые аппараты смогут предложить несколько предприятий. А у предпринимателей есть выбор между несколькими поставщиками. В службе госдоходов и Минфини стоят на своём. Реформу откладывать нельзя. Срок 1 июля, до которого необходимо провести замену кассовых аппаратов, по нашему мнению, переносить нежелательно. Это угрожает бюджетным поступлениям. Ведь, как известно, именно в мелкооптовой торговле очень высок уровень теневой экономики – 25%. Не внедряя реформу, государство может терять по полмиллиона евро в день. Как показывают проверки, проводимые СГД – одно из главных направлений осознанного уклонения от уплаты налогов – вмешательство в электронные кассовые аппараты и системы, чтобы скрыть подлинные доходы предприятия. Кто сказал, что не могут крутиться эти новые аппараты? Кто сказал? По инициативе Кристо Пелусеса на портале Manobals.lv начался сбор подписей за то, чтобы государство компенсировало предпринимателям затраты на смену кассовых аппаратов. Ярубинчик, Ришин Ислейтис, Латвийское телевидение.